здоровенькие были всем доброго дня всем доброго времени суток мои хорошие приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать будем с вами общаться у нас как всегда интересная информация информация которая касается и оздоровления и похудения я всегда информацию нахожу для себя в первую очередь только для себя а с вами не просто интересно поделиться и кто прислушивается от моей информации у этих людей хорошие хорошие результаты и в оздоровлении и и в похудении это сто процентов я читаю комментарии и вы это сами слышите кстати у нас замечательные комментарии и комментарии я почитаю завтра кому я не поставила сердечко я держу ваш комментарий читаю завтра комментарии значит информацию нахожу интересную принципе сейчас все все знают да ютюб у нас есть да интернет есть все все знают а полнота процветает ожирение правда и все все знают про инсулинорезистентность аж чем питаться что кушать если инсулинорезистентность инсулинорезистентность это когда человек много ест и все инсулинорезистентность это когда человек много есть что такое диабет 2 типа заболевание диабет 2 типа это защитная реакция на калорийное отравление организма это защитная реакция реакция уже диабет на калорийное, хроническое причем, на хроническое калорийное отравление. Хроники. Хронический панкреатит, хроническое калорийное отравление. Человек много ест, поэтому в этом причина. Гормон инсулин, да? Все шарахаются. Инсулинорезистентность. Вот это гормон страшнючий, погонючий. И есть вторая сторона медали. Давайте сейчас об этом немножко. Вот слушайте внимательно. Не просто так. Вот сюда влетела, сюда вылетела. Вот внимательно. Я все рассказываю, как сказочку. Настолько понятно, стараюсь рассказать. Поэтому и видео у меня длинные. Можно вот так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Протарахтела и все. Это неинтересно. Я не буду воспринимать эту информацию. Нет. Я должна обдумать все. Думаю, точно, точно. Я об этом слышала вроде бы. Так это вот так даже. Теперь я представляю, как я неправильно думала все время. Ну, нужно все вот так вот. Разжевывать буквально все. Вот тогда вот сюда быстрее в черепные коробки пустые зайдет. Хорошо, когда бортовые компьютеры вот здесь. Да? Ну, так вот. Да. Не каждый человек может услышать информацию. Это нужно иметь еще нормальную IQ, чтобы словить информацию хорошую, правильную. Информации. Вот мне пишет человек. Вы пьете кофе с молоком. Молоко повышает инсулин. Вот такая бачила я. Молоко повышает инсулин. Чего вы прицепились к инсулину? У вас инсулинорезистентность? У меня нет. У меня все нормально. Сахар у меня в норме. Инсулин у меня все нормально. Чего вы прицепились? И творог я ем от пуза, сколько я хочу. Чего вы прицепились к инсулину, допустим? Если вы больной человек, инсулинорезистентность, смотрите за собой. А нас только слушайте. Нам не нужно подсказывать. Молоко повышает инсулин. Да? Что можно сказать? Чулацвин, да не зная, да вин. О, скорее так, наверное. Да? Мои хорошие, давайте немножко послушаем интересную информацию. Интересную. Об инсулине конкретно. Все знаете? Ну, давайте послушайте. Значит, любой человек, организм любого человека с возрастом начинает стареть. Это старение начинается даже после 30 лет. А 50-55 лет начинается старение полностью всего организма у женщин. Почему? Почему? Потому что климакс. У меня поздний климакс. 56-57 лет. У кого-то ранний климакс. Очень. Да? Но мы не будем брать крайности. Мы берем средняя статистика 50-55 лет. Почему начинает стареть наш организм? Начинают угасать половые гормоны. А половые гормоны связаны с другими гормонами еще. Они работают в команде. Значит, гормонов половых становится каждый год все меньше и меньше. И на защиту нашего организма приходят другие гормоны. И один из защитников – это гормон инсулин. Кто-то скажет, ну ты, Таня, даешь. Тут инсулинорезистентность прет из меня этот инсулин. Инсулина много. А ты рассказывай, что это наш защитник. Так вот, какое-то время гормон инсулин активизируется, и он становится просто воином. Но инсулин не всегда будет работать на нашу пользу. О, видишь? Не всегда работает на нашу пользу. Когда его много, то это плохо. Он вызывает разное состояние нашего организма, да? Нам становится как-то не по себе, плохо себя чувствуем. Того бросает в пот, да? Того в жар может бросить. Какая-то вялость, какая-то слабость. У кого-то давление может подняться. Кто-то скажет, а мне кушать хочется постоянно. Меня тянет на сладенькое. А вот я покушал чего-то, да? Попил водички, мне полегчало. Значит, инсулина много. По чьей причине? Кто в этом виноват? А? Когда много инсулина. А? Кто виноват? Мы. Мы виноваты. Мы много едим. Мы часто едим. Мы дробно едим. Дробно, дробно. Идет постоянно повышение инсулина. На каждый прием пищи. Ну, понятно. Углеводистая еда, там много. Поджелудочная выбрасывает сразу инсулина. А если по накопительной, дык, 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 потихоньку, да, все равно инсулин выделяется, и человек приобретает инсулинорезистентность. Много гормона инсулина. По нашей вине. Только по нашей вине. Я хочу навести пример не только с инсулином. Внимательно, слушайте. Это интересно. Когда знаете сравнение, вот сюда вот лучше дойдет. Значит, мы виноваты в том, что у нас инсулинорезистентность. Мы. У нас нарушение по питанию. Мы нарушаем свое питание. Мы часто едим. Мы дробно едим. Мы сладкого много едим, да? Вот, допустим, слышишь какой-то похудевший блогер или худеющий, говорит, я ухожу от соли. Я буду на бессолевой диете. У меня платные марафоны. Вы же не забывайте, девочки, у меня платные марафоны. Я ж только по сбалансированному питанию. И я буду жить без натрия. Да? Смех через слезы, да, так говорят. У меня сбалансированное питание. Вы только вдумайтесь. Я буду вас учить правильно питаться. Живем без соли. Значит, мы не будем употреблять натрий. Такой минерал. А мы вообще состоим из микро- и макронутриентов. И тут человек уходит от такого минерала, как натрий. Все. Мне не нужен натрий. Не нужен. А натрий участвует в большинстве функций. Допустим, от количества натрия зависит импульс нашего сердца. Сокращение. Тук, 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 тук. Вот это зависит от натрия. Как сокращается наше сердечко. А мне не нужна соль. Я без натрия живу. От количества натрия зависит, как нервные клеточки будут передавать друг другу импульсы. Импульсы. Нервные импульсы. А мне не нужен натрий. Я без натрия. У меня сбалансированное ПП-пытание. А? Что получается? Человек не употребляет соль. Кто виноват в этом? А? Сам человек. Инсулино-резистентность. Много пищи. А тут у человека убирается соль. И человек лишается натрия. У нас в организме есть гормон, который называется альдостерон. Это очень хороший гормон. Прекрасный, добрый. Наш помощник. Гормон альдостерон. И когда человек не употребляет соль, этот гормон должен задержать соли. Хотя бы немножечко. Немножечко. Потому что соль уходит с потом, с мочой, со слюной. И чтобы удержать немножко соли, нам же нужен натрий. Этот альдостерон добрый, хороший. Он увеличивается, увеличивается. И самое плохое, когда он увеличивается. Когда он в норме. Натрия у нас в норме. И альдостерона в норме. Когда натрия нету. Альдостерон увеличивается, чтобы захватить соль. Чтобы натрий не вышел весь. Он же нужен организму. Ну ты, дурко на ПП-пытании с марафонами платными. Что ты делаешь? Ты же живешь без натрия. У нас в организме должно быть, вернее, соотношение. Соотношение чего? Натрия, кальция и калия. Если вы не употребляете соль, вас покидает натрий. Такой минерал. Натрий. Работа сердца. Обалдеть просто, да? Значит, организм будет выкидывать кальций и калий. Потому что должно быть соотношение этих минералов. Если в организме у вас нету такого соотношения, вы хватаете. Вы хватаете просто. Увеличение мочевой кислоты в 10 раз и больше. Но у нас был комментарий. Помните, человек работал в больнице и видел, как, что делать с людьми. Там заболевание с почками. Там у них какая-то бессолевая диета. И человек сел на бессолевую диету. И мочевая кислота поднялась в 10 раз. Человек писал. Значит, это увеличение мочевой кислоты. Раз, бессолевая диета. Это инсулинорезистентность 2. Организм не воспринимает углеводы. Что дальше у нас? Ага. Дальше. Заболевание сердца. Вы же калия не употребляете. Калия нету. Заболевание почек. Костно-суставная система у вас нарушается. Натрия нету. Кальция нету. Калия нету. Идет диабет второго типа. Здравствуйте. Я тут, как тут приехали. Подагра. И это обусловлено все тем, что человек прекратил принимать соль. Ограничил до минимума. Нету натрия. Поэтому увеличился альдестерон, такой добрый гормон. И вы получаете с бонусом. Вы сами себе нарушили свое здоровье. Инсулинорезистентность. Это когда человек обжирается без солевые диетки. Вы посмотрите, сколько у вас диагнозов. Мочевая кислота, инсулинорезистентность, болезни сердца, болезни почек, костно-суставная система, диабет, подагра. ПП-пытание, да? Сбалансированное питание у людей. Инсулин, жирозапасающий гормон, вообще очень важный гормон. И когда он исчезает из организма человека, то человек приобретает такое заболевание, как диабет первого типа. И тогда человеку нужно пожизненно принимать искусственный инсулин. Есть еще обратная сторона медали. Инсулина много. Инсулин не такой шустрый. Он как бы вроде бы даже плохо работает. Он как бы ленивый. Тоже плохие симптомы у человека. Гипертония. Обязательно вес. Человек полнеет. Ну, то есть, человек приобретает болезни старости. Есть несколько функций инсулина. Да, я не буду перечислять все функции инсулина. Значит, ну, все знаете, одна из функций инсулина, это инсулин должен взять глюкозу и занести ее в клеточку. Завести ее в клеточку. И в последующем эта глюкоза будет использована как энергия, как топливо, как наше хорошее самочувствие. Так понятнее, да? Как наше хорошее самочувствие. Что получается? Клетка организма меняется. Конечно, не в лучшую сторону. Наши клетки стареют. Мембрана клеточки становится толстая. Мембрана. Ну, как заборчик, допустим. Мембрана – это как забор. Чем толстеет вот этот забор? Ну, вот так можно спросить, да? Чем толстеет, даже не забор, чем толстеет вот эта клетка? Наша клетка. Чем она толстеет? Со временем толстеет. Чем она толстеет? Понятное дело, жиром. Жиром. И вот этот жир не пропускает инсулин в клетку. Мембрана клетки толстая, плоткая, плотная, жирная. Инсулин не может пройти, вот, чтобы попасть в клетку, да? Он стучится кулачком, ничего не получается. И поджелудочная железа начинает выбрасывать больше инсулина. Во-первых, поджелудочная начинает работать на полную катушку. Значит, инсулина выделяется не одна единичка, а две, три, четыре единицы выделяется инсулина. Потому что все, клетка постарела. Клетка постарела. А чего? Различные стрессы, какие-то жизненные нагрузки у человека. Полностью меняется уже наш организм. Полностью. Мы этого не замечаем, как бы, да? И сами нарушаем здоровье, работу своего организма, да? Сами нарушаем. Мы вообще состоим из микро- и макронутриентов. И вот, допустим, мне человек недавно пишет под старым видео о гипотириозе. Я в этом видео в розовой кофточке, олимпиечка такая, буквально два дня тому назад человек написал у меня нету щитовидной железы, диагноз рак. Удалили щитовидку, но я шикарно выгляжу. На 25 лет моложе, а вы просто старуха. Вы живете, вы ешьте, вы употребляете животный белок, а я живу только на овощах и фруктах. Я вегетарианка. И я выгляжу на 25 лет моложе, чем вы. На кого обижаться? Ну так шо шо я старуха? Ну так вы молодуха. Вы шо не забывайте, что у каждого человека свой таймер. Аминокислоты не накапливаются в организме. У вас свой таймер. А потом резко все, хоп, в одно время перебрасывается даже на миокард. Вы представляете, что это такое? Это уходят скелетные мышцы. Это крышка. А когда уходят скелетные мышцы, смертность идет по всем причинам молниеносно. только у каждого свой таймер. И потом, и потом, потом, очень много скрытых анемий. Не думали об этом? Вы же не употребляете железо. Или у вас железо из браколей, из пророщенного росточка пшеницы. Откуда берете железо? На 67% железо усваивается из животного белка. А из браколей, из растительной пищи, только на 11-13%. Скрытая анемия. Клетки заболели, постарели. Вот так скукожились. Клеточки больные. Нету железа, нету кислорода. И гипоксия. Нехватка кислорода в крови. Не ощущаете покаместь? Ну, свой таймер у каждого. Так что, не нарушайте свое здоровье своими руками. Все в наших руках. И, конечно, в головах. Очень многие могут сказать, в роду все полные, все толстые. Это наше родословное такое, да. У нас семейная традиция. Мы выпекаем пирожки. У нас пироги очень часто. Ой, ты что, мы так выпекаем. Мы вообще все по выпечке. И тетя полная, и моя сестра двоеводная полная, и мама у меня такая пирожок, просто пирожок, такая аппетитненькая. Ну, то есть, у нас кухня. Мы по кухне, да. Давайте вспомним аристократов. Раньше кухарки выпекали только к празднику или к выходному, к воскресенью выпекалась какая-то выпечка. И люди садились за стол, пили чай и вкушали эту выпечку один раз в неделю. На кого мы равняемся? Берем Европу. Каждый день капучино, по полтора, по двести грамм, сто пятьдесят, вернее, двести грамм молока капучино, да, это еда. Плюс еще круассан. Вот такая выпечка, как круассан, каждый день. Не раз в неделю, а каждый день. По три раза в день паста, карбонара, паста, мука твердых сыртов, да, паста, и диабет второго типа. И вся Италия в диабете второго типа. Это национальная традиция. Человек не может от этого уйти, просто не может. Нужно менять свой менталитет, нужно. Семейная традиция виновата. Национальная традиция. Круассан, паста, хачапури, чебуреки, лаваши, да, ачма, пироги, вареночки, млынцы. Нужно менять семейную и национальную традицию. Кто-то может сказать, меня мой муж любит и толстый. Он обожает меня толстый просто. Муж тоже у вас толстяк? Вот такой, как вы, да, тоже такой. Вы влюблены в этот жир, вам нравится, он у вас физически здоровый, да, он вас удовлетворяет, вот такой жирный, толстый, пусть снимет свои плавки и станет перед вами. Он сексуально выглядит? Точно так и вы. Разденьтесь и красуйтесь. Поэтому не верьте никому, что вы нравитесь кому-то толстая. Вы себе не нравитесь толстой. Вы просто нашли такую отмазочку, я себе нравлюсь, все у меня хорошо, у вас просто страшно. У кого жир лишний, это просто страшно. Ведь лишний жир, это не просто внешне некрасиво. Ну, во-первых, подкожный жир это одно, а есть еще висцеральный жир, он очень страшный, он обволакивает наши органы. Я, кстати, недавно посмотрела видео, чисто случайно, вот, вот, знаете, каждая встреча самая не случайная. У меня вылетает этот видосик, да, и показано, значит, патологоанатом разрезал труп и показывает конкретно жир, вот этот висцеральный жир, сердце не видно, жир как вздор, в желтом цвете, я спокойно смотрю, нормально, я бы была хорошим доктором, я не боюсь его отрезать, не-не-не-не-нет, жир как вздор, печени не видно, он говорит, посмотрите, тут же ничего нельзя найти, тут просто куча вздора, вздора там, 10 килограмм или сколько-то, органы все залитые, этих кишек, кишечника не видно, все в желтом вздоре в этом, в жире, а? и вот это, вот этот жир, это не просто жир, это эндокринная железа, и вот это очень хорошо, что я увидела это зрелище, вот это видео, это эндокринная железа, это эндокринная железа каждую секунду в кровь выпускает яды, яды, эндокринная железа, жир, каждую секунду в кровь выпускает яды, 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 Это не просто жир. Жир это эндокринная железа еще одна. Понятно? Очень хорошо. Я рада, что увидел. Да смотри, смотри, смотри. Вспоминай, вспоминай, Таня, вспоминай. Поэтому я не поверю, если кто-то скажет мне, мне классно, я себя хорошо чувствую. Только прилетают модные болезни, а их сейчас хватает. В первую очередь хватает эту инфекцию полный человек. Это же доказано. Это доказано. Полный человек. Это рыхлый человек. Это нездоровый человек. Поэтому нужно себя менять. И остановить вот этот процесс, процесс конкретно толстеть, могут только сильные и конкурирующие чувства. Нужно себе рассказывать, до чего может привести тебя полнота. До чего, да? Значит, запоминайте. Жир это эндокринная железа, которая в кровь постоянно выделяет ядой. Потом дальше. Значит, ну, значит, генетика меняется? Меняется. Меняется. Генетику можно поменять, да? Об этом нам рассказал ученый, ученый французский, врач, доктор наук, Пьер Дюкан. Дюкан. Значит, все Дюкана знают по диете. Диета Дюкана. Вот у меня есть даже книга, я покупала ее очень давно, и я не умею худеть. Пьер Дюкан. Вот эта книга. Я купила ее и думала, все, похудение у меня в руках. Я вот так открыла, начала читать, ой, это такие нервы, это не для меня. Люди, я не умею худеть, это не для меня, мне это не нужно. Я поняла. Нет, никогда. Да, это нервы. А нервы это стресс. А стресс это переедание. Нет. Вот это для меня стресс. Я не буду этим заниматься. И я нашла свой стиль питания сама. Но книга у меня есть, Пьера Дюкана. Кстати, у него есть работа. Дюкан доказал, что мама будущего ребеночка, если активно употребляет углеводы с 12 по 20 неделю, всего лишь, с 12 по 20 неделю, то у ребенка в поджелудочной железе вырабатывается не одна клетка, которая будет выбрасывать инсулин, инсулин, а сразу две клетки. Представляете? И ребенок запрограммирован уже на инсулинорезистентность и на диабет второго типа. Поэтому нужно менять свой менталитет. А мне мама сказала, ешь, что хочешь, да, булки ешь, круассанами закусывай или пастой карбонара, да, меняйте свои семейные привычки и национальные тоже. Все, мои хорошие, с вами сегодня пообщалось. Информация у меня еще есть о инсулине, но это в следующий раз. Я с вами сегодня прощаюсь. Любите себя. А любить себя – это запрещать себе то, что тебя может испортить. Любите себя. Всем до встречи. Дальше будет.